Министерство экологии и природопользования совместно с главным управлением содержания территории Московской области, сотрудниками ГИБДД и судебными приставами при участии и управлении по охране в окружающей среде администрации городского округа Люберцы провели рейд по выявлению и пресечению незаконной транспортировки строительных отходов. На этот раз проверку организовали в промышленной зоне Машкова. Валличку включайте, дороги поправее убирайте. Водитель этого автомобиля теперь заплатит штраф за отсутствие электронного талона и разрешение на перевозку строительного мусора. С 1 марта 2021 года в Московской области вступил в силу новый порядок обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, который был утвержден Министерством экологии Московской области в феврале прошлого года. Мы отслеживаем и предотвращаем несанкционированные образования строительных отходов на своей территории. То есть обеспечиваем требования закона об охране окружающей среды и боремся с этими несанкционированными свалками. Вот сейчас будем проверять машину по факту и наличию документов на строительные отходы. В соответствии с новым порядком обращения со строительными отходами, водитель-перевозчик должен иметь при себе лицензию на право перевозки и электронный талон, выданный Министерством экологии и природопользования Московской области. Талон вносят в информационную систему, в которой регистрируют госномер транспортного средства, объем вывезенных отходов, а также начальную и конечную точки следования. Есть объект образования отходов и объект отходополучатель, откуда и куда они везутся соответственно. Для того, чтобы их перевезти, должна быть транспортная компания, которая имеет право на транспортирование отходов. Она тоже регистрируется в кадастре, получает электронный талон. Отходы должны вывозить на лицензированные полигоны. В городском округе Люберцы к ним относится ТБО Торбеева. Во время рейда в Машкове проверили 21 машину. У четверых водителей отсутствовали разрешительные документы. Инспекторы на месте составляли протоколы и выписывали водителям штраф. Организации, которая нарушает правила транспортировки строительных отходов, взяли под контроль в Министерстве экологии и природопользования. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.